Теперь практические советы. Что с этим можно сделать? Что с этими впечатлениями, которые душат нас? Знаете, там, особенно на самом деле это в детстве, вот все вот эти вот проблемы, они в основном в детстве закладываются. Там с ребенком что-то сделали, потому что, когда ребенок маленький, у него никакой защиты нет. Вот все, что он видит, оно сразу, оно сразу из него его формирует, оно сразу яркие впечатления оказывает. Сейчас мы не так много времени, но обычно я, с людьми мы вспоминаем, немножко психологию применяем, вспоминаем какие-то фрагменты из нашего детства, которые сильно повлияли на нас настоящих сейчас. Вот мой пример, я до сих пор помню, как брат меня воспитывал. Ну, то есть, я вот все этот пример привожу, потому что очень яркое впечатление. Мне было, я не знаю, лет пять, наверное, и брат, знаете, пятилетний пацаненок, при нем берут мороженое, хорошее мороженое по 20 копеек, которое, пломбир, настоящее такое, вот, не химическое, нет, не пена, вот, сгущенка там, сливки, все нормально. Кладут в морозильник и говорят мне, брать нельзя. Хорошо? Я говорю, хорошо, брать нельзя. Он уходит, ну как брать нельзя, ну что вы, ну. Я думаю, ну как бы, брать неудобно вообще. Старший брат у меня старше, на много лет. Ну, нехорошо, а брать надо. Я беру у мамы 15-20 копеек, беру мороженое и кладу в морозильник 20 копеек. Ну, как бы, все нормально? Съедай мороженое. Приходит брат, где мороженое? Я говорю, все нормально? И он со мной неделю не разговаривал, неделю не разговаривал. Такое сильное впечатление, я понял, ну, нельзя, нельзя обманывать. Ну, то есть, договорился нельзя, а это сильно на меня оказало впечатление. Просто страшно, как обещал человеку, надо делать. В детстве заложили такую вещь. Есть негативные вещи, которые закладывали. И вот мы вспоминали, ну, сейчас мы не будем, но обычно я вспоминаю, с аудиторией мы вспоминаем, как действительно меня не осознавал, но если покопаться, можно заметить, как какие-то вехи в нашей жизни сейчас на меня сильно влияют. И каким образом с этими всеми вещами, с этими самскарами, с этими впечатлениями, особенно тяжелыми вещами, которые влияют сейчас на нашу жизнь, что с ними можно сделать? И тут несколько вариантов, что можно сделать. Вот. Первый вариант. Сейчас будут практические вещи. Это по правде работает, это действительно влияет, это можно попробовать. Над собой это делать, над своими детьми, над своими детьми. Лучше. Первый называется профилактика. Профилактика, правильно написал? Профилактика. Это лучше всего, если в сознание, в сознание человека закладывать хорошие впечатления, чтобы хорошие вещи были в сознании. И в ведической культуре, ну, которые мне, ну, это все знания из ведической культуры, очень, знаете, очень ответственно подходили к формированию человека. Мне недавно одна женщина рассказывала такой интересный факт, что многие болезни, которые люди болеют сейчас, они были заложены, это как, типа, родовая травма, да? Или вот первые вот там, что-то как-то не так вот повернули, что-то не так сделали, и потом все же человек мучается. Вот. Оказывается, первое, это впечатление же, да? Что-то с тем не так сделали, это впечатление, это оказывает на его сознание. Это все закладывают уже какие-то вещи в нем. Оказывается, первое впечатление закладывается еще раньше. И раньше люди, соображая, да, они понимали, что нужно создавать правильные условия еще до того, как ребенок родился. Слово, они сделали такие вещи, как называются ритуалы, ну, на санскрите называются самскары. Для каждого человека проводили самскары. То есть, закладывали правильные впечатления, которые влияли на его сознание и формировали правильное, ну, мировоспринятие. И они еще до того, как человек у них родился, душа, которая придет к ним, они создавали такие условия специальными действиями, ритуалами. Они создавали, подготавливали свое сознание, чтобы тот, кто появится у них, он уже определенными качествами обладал. Уже не любая личность приходила к ним, а определенная. Потому что, знаете, подобное притягивается подобным. И они понимали, что сейчас мы как бы все правильно сделаем, зато у нас хорошая личность появится. Соображали. То есть, это такое планирование было. Они выбирали время, они подготавливали сознание. Это первое самскары. Потом он еще не родился, он еще в утробе матери. Но мать может влиять на ребенка, если она выпьет водки, да? На него это повлияет. Знаете, он уже родится такой, уже так будет смотреть, где бы выпить водки. Уже впечатление есть, которое заставляет его определенным образом реагировать. Или наркоманом родиться. Или какой-то раздражительный весь родится. Почему? Мать своим поведением, она влияет на него. Поэтому они, когда еще ребенок не родился, они совершали другие. Несколько самскар совершалось, пока еще человек не родился. Зачем? Уже влияли на него, чтобы все было хорошо. Он рождался, проводили еще одну церемонию. Он еще ничего не соображает. Но он попадает в эту обстановку, в эту атмосферу, и это влияет на него. Я помню, я попал, я не помню, на самом деле, сколько мне было лет, но у меня есть яркое впечатление. Мне принесли крестить. Вот все, что я помню, это значит стол, залитый киселем. Я в этом киселе, и мне противно как-то так. Вот это мое впечатление. Это самскара. Это впечатление, которое у меня осталось с детства. То есть не надо разливать кисель. Надо как-то, чтобы все было благоприятно. На ребенка это влияет. Представляете, какое впечатление о религии у человека в детстве закладывается. Что-то все такое липкое. Правильно? А мог бы батюшкой. Мог бы, да? С бородой бы, может быть. Впечатление. Теперь делали эти самскары, зачем? На ребенка влияли. Свадьба, да? Тоже. Это же ответственная вещь, смотрите, там люди серьезные. И там все это обставляется. Ну, не то, что там выпили, подрались, да? Там все это как-то обставляли. Представляете, если вот такое впечатление после свадьбы. Как оно там? Весело было. Хорошо, все живы остались. Хорошо, что не померли. Хорошо, что выжили как-то, да? Но не такое впечатление должно. То есть люди радостные. И что их там говорят? Раздавайте, раздавайте. Ребенок родился? Раздавайте. Ребенок день рождения празднует. Ему говорят, сегодня праздник у тебя? Да, сегодня день рождения, здорово. Дари что-то другим. И закладывали ценности. Вот таким образом закладывали, с помощью самскар, закладывали ценности. Поэтому хорошо, когда ребенок попадает в такую атмосферу, которая закладывает в нем вот эти самскары, впечатления жертвенности, впечатления добра, впечатления красоты. Потому что потом он начнет смотреть на все это. А если он видел насилие всю свою жизнь, да? Он будет смотреть и всех подозревать просто. И потом он, подозревая, получает соответствующие вещи, становится еще подозрительнее. И потом, ну просто жизнь, он, как в случае был, на базаре покупал малину. Ну, лето просто, малина, ну, как бы, хожу, хотел попробовать. Там бабушка продавала малину. Говорю, можно попробовать? Попробовал, кислая малина какая-то. Она так на нее посмотрела, а что ты ходишь и пробуешь? А, я, понятно, сейчас попробуешь все и все, да? Я говорю, неужели я похож на человека, который ходит и пробует малину, чтобы наесться у бедных бабушек? Ну, это то, как она видит мир, понимаете? И как все? Это все из этой штуки возникает. Все с детства, потом жизнь такая, да? Поэтому хорошо, и профилактика означает с самого начала засеивать туда правильные вещи. Да? Повезло кому, у кого было хорошее детство. Если уже не повезло, ну, для детей своих сделать. Но когда мы взрослые, тоже можно подойти к этому сознательно. И вместо того, чтобы заходить в какие-то, ну, негативные, да? Ну, можно же в помойку голову опустить, потом удивляться, откуда у меня столько радости в голове. Ну, как откуда? Ну, оттуда. Вот. То есть, лучшая вещь, профилактика, соприкасаться с чистыми вещами. Продолжение следует...